Восемь десятилетий Ульяновская филармония верно служит на благо музыкального искусства, развивает культуру региона и объединяет вокруг себя влюбленных в музыку. Сегодня в нее входят три оркестра – Государственный академический симфонический оркестр губернаторский, Государственный оркестр русских народных инструментов, Духовой оркестр держава, а также камерные коллективы, солисты и музыковеды. Но филармонический круг намного шире, он включает в себя тысячи преданных слушателей. Сейчас Ульяновская филармония Ленинского мемориала готовится к важному событию. 23 мая во Дворце Дружбы народов губернаторский состоится грандиозный концерт в честь 80-летия со дня основания филармонии. Филармония сегодня живет очень активной жизнью, развивает все те направления, которые 80 лет закладывались и развивались до нас, открывает новые проекты. Жизнь у нас кипит, даже несмотря на то, что наше основное здание сегодня находится на ремонте. Мы работаем на практически всех площадках города, выезжаем в область, выезжаем за ее пределы и даже за пределы страны. В этом сезоне симфонический оркестр губернаторский ездил на гастроли в Республику Беларусь. Возможно, состоятся в следующем году гастроли в Китае. В праздничном концерте примут участие все три оркестра и джазовый ансамбль «Академик-бэнд». Концерт откроет симфонический оркестр. Ульяновская филармония была создана в 1944-й военный год. Ее домом стало здание на Венце, где в первые годы войны размещалась швейная фабрика папаши у Шинели. В 1968 году руководством страны было принято решение создать симфонический оркестр к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Руководителем и главным дирижером стал Эдуард Серов. Он и собрал по крупицам коллектив оркестра. Скрипач Константин Русецкий стал одним из первых приглашенных. Сейчас он является первой скрипкой оркестра. Я заканчивал консерваторию московскую. Меня пригласили в отдел кадров консерватории. Я пришел там, встретил меня высоченный человек. Это оказался Серов. Он мне расписал все, что будет происходить в ближайшие же буквально месяцы. То есть будут знаменитые, вот уже сейчас стали гастроли на пароходе по Волге нашего оркестра, где мы играли в каждом городе, который нам попадался на пути. В 1984 году в филармонии был создан оркестр народных инструментов. Идея возникновения подобного коллектива возникла у выпускника Казанской консерватории Евгения Федорова. На то время он был преподавателем музыкального училища, а я его ученица по классу дирижирования. И я услышала про эту идею. И как бы мы вместе, и еще несколько человек, единомышленников, взялись за это дело. Буквально на пустом месте создавался оркестр без инструментов, без репертуара. И, значит, в нем принимали участие преподаватели детских школ искусств, музыкального училища. В 2001 году возник на базе Ульяновской филармонии оркестр духовых инструментов. Его создателем и главным дирижером, художественным руководителем тогда был Николай Антонович Булатов. Это был военный дирижер, всю жизнь он проработал в различных гарнизонах, в том числе за рубежом, и в Германии, и в Чехословакии, в Ульяновске, естественно, и в танковом училище руководил духовым оркестром, и в училище связи. Когда он вышел в отставку, естественно, что он не мог существовать без духового оркестра. Во втором отделении праздничного юбилейного концерта зрителей ждет сюрприз. На сцену выйдут сразу три коллектива. Но это не единственный сюрприз. Ульяновская филармония Ленинского мемориала приглашает на концерт всех, кто неравнодушен к музыке. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.